Информационный яд, вливающийся в умы граждан через Останкинский шприц, продолжает вызывать недовольство. Сегодня у Останкина, где продолжают смердеть останки российской журналистики, собрались возмущенные телезрители. Хэштеги НТВ лжет и сурковская пропаганда с легкой руки кремлевских пропагандистов уже давно стали притчей во языцах. Когда журналистика уступает место политической заказухи, она превращается в продажную девку, от которой веет амбре популизма и перегаром пошлости. Впрочем, эпоха главного пошляка и подразумевает упадок нравов до уровня подзаборья и тотальное поклонение золотому тельцу. Не будешь служить хозяину – станешь безработным. А цены такие, что не выживешь. И так не только в журналистике. Просто работники телевидения всегда на виду, и их бордельные превоплощения становятся достоянием общественности. Возмущает просто их ничтожная позиция, которая поддерживается и устраивает нынешнюю власть. Показывает такие вещи, что то, что они запрещают курящего волка, это просто смешно на фоне того, что по телевизору показывают всякую порнографию. Как только мы сможем порвать с этим каналом, люди оттуда начнут увольняться, искать нормальную журналистику и пойдут работать. Ну и естественно, после победы оппозиции, я думаю, что канал мы вернем честным журналистам. Очень было бы здорово, если ребята из НТВ занялись бы в конце концов кооперативом озера, а не всякой фигней, которой они занимаются. Можно не смотреть телевидение вовсе, но никуда не деться от атмосферы лжи, которая культивируется посредством продажных СМИ. Это как топор, подложенный под компас. Смещаются ориентиры, и общество теряется в океане информации. А это экстремизм, если не государственная измена. Но бандитский Кремль хочет рулить и дальше, ведь оболваненным стадом баранов руководить всегда проще. Тем более, если сам козел. Весной 2012 года у Останкина было гораздо больше народу, которые пришли протестовать против фильма «Анатомия протеста». Сегодня, 6 октября 2012 года, народу было совсем мало. Наверное, основная масса решила проигнорировать этот политический трэш. И, наверное, оно правильно. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.